Всем привет, мы продолжаем играть в Кредо, мы с вами находимся в Ирландии, сейчас мы будем немножко обшарим остров, еще чуть-чуть, порой, и отправимся на основное задание. Я сделал небольшой перерыв, опять же, в прохождении, потому что нужно было сделать перерыв, скажем так. Что я могу сказать, во-первых, самое главное, вышла Мираж, вот, несколько дней назад он запустился, я пока не играл, но я посмотрел пару прохождений, во-первых, прохождение мне не нравится, проходят люди ужасно. А, мне-то попраться с ними надо. Так, тихо, я вообще ни хрена не вижу их. Тихо, тихо, тихо. То есть, отвлекают они достаточно быстро. Основная проблема в том, что у них щиты. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ты не отмодел. Испытание Мориган Окей Испытание странное, но прикольное Так, отхилились И рядом еще одно какое-то тайно И я тоже хочу забрать, а потом откроемся дальше Мираж Посмотрел, как я и сказал, пару прохождений То есть несколько там видео Буквально, где он попадает Боже, как его В Орлиное Гнездо И, ну Честно По этому Очень сильно бьют по ностальгии ребятки Они поняли, что У них особо никакой надежды нет То есть они уже не вытянут Так, как им хочется Поэтому они бьют по ностальгии В попытках Сделать игру, которую прям все, знаете Такие, типа Ё-моё Вот это да Она же прям как первая часть Отсылочки Пасхалочки И все остальное Либо Такие, типа Ё-моё Да это ж почти как Вторая часть Ну, точнее, дополнение ко второй части Revelation Где он был в Турции Это было, конечно, очень Похоже, скажем так Так А давай-ка сделаем не так Давай-ка сделаем вот так Поставим вот этот камешек На этот камешек Поставим Вот этот камешек Так, ты падаешь Почему Стой А на этот камешек Поставим вот этот камешек Вот так Ну и этот камешек Мы развернем Вот так Упадет Да, так упадет А если Развернуть Вот так Тоже, скорее всего Упадет Да Да Падает Скотина Хорошо А так Все упали Ладно Нет, надо Немножко Подвинуть Его вот сюда Не этот Где мелкий Нет, не этот Самый мелкий Вот этот И Что я скажу Очень сильно пытаются В ностальгию Но Слабо Получается То есть Да, ты прям Ловишь Некоторые флешбеки Когда там приходишь В Контору Потому что Она прям Повторяет Контору Из первой части Ты ловишь там некоторые флешбеки, когда просто бегаешь, играешь. Но при этом это все равно выглядит, знаете, не как попытка создать хорошую игру, а вот именно как попытка сделать максимально... Подойдет? Нет, еще последний нужно поставить в любом случае, да. А именно как попытка сделать максимально игру, чтобы она была вот прям вот била по ностальгии. Ах, падает. Чтобы она была прям максимально вот такой, которая понравится тем, кто когда-то там играл в первую часть и во вторую часть. Но это слабо срабатывает, потому что и первая, и вторая части, они классные. Вопросов нет. То есть их сейчас запусти, и ты в любом случае пару миссий пройдешь, и такое типа, шикарно хочу еще. Да, не все миссии, согласен. Большинство миссий сейчас уже смотрятся как не очень интересные, не очень удобные, не очень прикольные. Но при этом все равно есть вот этот вот момент, когда ты класс, хочу поиграть еще. К сожалению, они именно на этом моменте пытаются сыграть. И у них это слабо получается, потому что... Ну, будем честны. Ярых фанатов первой части нет, потому что первая часть была достаточно давно, и она была сделана... Она была неплохо сделана, но она была, так сказать, продуктом своего времени. То есть сейчас... Блин, вы серьезно? Сейчас большинство моментов из той части смотрятся уже... Неплохо, но... С таким приколом, типа... Старенькая, не очень интересно. На свое время она была прикольной, тут не поспоришь. Но только на свое время. То есть сейчас она не вызывает уже таких эмоций ярких. Так, а если вот так? Понятно. Ты что так падаешь, блин? Нет, я могу поставить его боком вот так, а не этот. Но я не хочу так ставить. Мне не нравится так ставить. Ну, стой, че ты падаешь? По логике, ты должен стоять тут ровно. А, у меня тоже дождь на улице, как раз в тему игры. Ладно. Не хочешь, не надо. Поставим, как обычно. Так. Ну, лучше вот так тебя перевернуть. Ты кусок камня, блин. Стой нормально, пожалуйста. Не знаю, как. Вот так. И вот так тебя. Тихо. 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 Ну, медведь, как кабанку просто этой. Типа, мог бы, мог бы им даже затащить эту карту, если бы, если бы не один момент с тем, что, блин, я все еще под ядом сраным. Где еще есть еще что похавать? Так, ну тут только стрелы, стрелы мне нафиг не нужны, ладно. Мог бы затащить им эту карту, медведь, на самом деле, если бы не одно, но у меня он застрял в стене, поэтому он уже ничего не мог затащить. Движемся вот так сюда, а там дальше будет видно. Так, мне бы, на самом деле, призвать лошадь и где-нибудь отхилиться, потому что мне... Да ты, блин, можешь... Да ты издеваешься, ты упал с лошади, потому что тебя трави... Понятно. Сраный яд. Ну, ждем, пока он пройдет. Придется изжать хилку, блин, выбора нет. Ну, сейчас будем искать, где хилку новую сожрать. Кусты, ягоды и все остальное. В общем, Мираж... Ну, есть такое ощущение, что это попытка, типа, соединить несоединимое. И то, что, в принципе, не очень хочется соединять. Такие вещи, как кредо и вот это вот... Все последующие части кредо, которые его не выпустили. Ладно, он меня все равно уже видел. Нужно его просто добить. Прям жестоко добил, честно вам скажу. Так. О, у них еда может быть, слушайте. Да, есть. Шикарно. Еды мне хватит на то, чтобы... Карта сокровищ. Еще одна. И опять же... Вся проблема этих карт сокровищ, конкретно в этой части игры, это то, что я пока открыл только одну, и там выпало только... Ой, боже, не то. Там выпало только... Внешка, 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 внешка. Внешка мне нахрен не нужна. Так, пойдем. Внешка это... Бессмысленно, скажем так. Ну, то есть, эффекты персонализации такие, как... Улучшения... Не улучшения, боже, а визуальная составляющая корабля. И визуальная составляющая главного персонажа. И то они... О, тут, значит, этот стоит. Сраный знак. Ну, в смысле вы поняли. Так, сюда я не залезу. Наверху, что ли, искать? Нет, вот весь путь. Ну, и где он? А, вот за этой хернёй. Вот она. Вот она чё, да? Ладно, отсюда. Так, ну, вы поняли. Там был тотем этот, сраный, который... Убирает возможность нормально видеть. Я 103. Я вроде всё собрал, что тут было. Больше тут нечего собирать. Хорошо. Двинули к вот тем двум хреням. И, в принципе, двинем, скорее всего, на точку, опять же. Которая приносит товары. И тогда будет видно. Так, и давайте я, наверное, раскидаю... А у нас способность что-то появилась? Нет. Что за способность? Приветствие викинга. Находясь рядом с Рогом, наносите ему сокращительный удар головой. Ну, сомнительное приветствие, честно вам скажу. Я пока его брать не буду. Может, как-нибудь в следующий раз. Так, тут. Тут, тут, тут. Толчок Хейдрун. Неплохо. Бесстрашный прыжок. Что тут? Защита. Одной рукой. Если запасать пау, второй... Первый от. Ну, тут надо одноручным прям пользоваться. Одноручным, одноручным прям. Давайте бы страшный прыжок возьмем. Возьмем полчок. Возьмем здоровье. Пока на этом... О, тут кто-то сдох. А, так тут прям этот... Разнообразная местность. Прям врагов должно быть целый ключ. Я понял. Миши мне, пожалуйста. Бдительная тут стража. Да нет. Как и везде. Обычная. Они везде, типа, бдительные. Так. Может, тут что-то интересное есть? А как туда внутрь попасть-то? А это что? А-а-а. Непонятно пока. Ну, ладно. Вот так, типа. Прикольно. Я понял смысл этой херни. Опять же, слиток никеля, потому что мы... Извините, я не... Хотел не просто нажать, я хотел именно просветить. Смотрит ли на меня кто-то или нет. Не могу убить. Да ты издеваешься, что ли? Я не хочу промазать на ровном месте. Вот в чем прикол. Я только что уже это сделал. Ладно. Сраный вояка. Там еще один показался невидим... Невидимка сраный, которого я не видел все время. Так. Мне нужно, на самом деле, повыше забраться, потому что меня задолбало с земли губить. С земли это неудобно. Во-первых, большинство находятся выше меня, поэтому я целюсь им в ноги, блин. Мне нужно целиться им в головы. Вот, что называется. Поменял позицию. Галиаф. Это далеко. Кто у нас тут есть? Кого я могу выбить? Это вояка. Я вообще в него попасть не могу. Я не понял. Я просто ударился, конечно, но... Ладно. Так. Мне нужно немножко выше забраться. Так. Это Галиаф. Пока с ним связываться не очень хочется. С июня. Мы поехали. Я не знаю. Везremo действия. Так, ты меня уже задолбал, гляв. Ну, зачищать тут будет много. А, я понял, что это светится. Это светится труп такого-то чувачка, которому не повезло. Мне не так повезло меньше, чем мне. Мне нужно... Вот так сделать нужно. Так, стрелы. Ну, давай самодействовать, чтобы понять, кто тебя добил. Вот этот, что ли? Давай добьем наверняка. Отмщен. Он теперь отмщен. Что у нас тут хорошего? Добыча, добыча, явства какие-нибудь, да? А, тексты. Ну, тексты тоже неплохо. Пал еще один. Вот основная проблема вот этих больших локаций с большим количеством говноедов то, что нужно их всех вырезать сначала. Ну, точнее, как нужно, желательно. Если ты их не вырезал, то начнется вот это вот, вас заметили, вас заметили. Слышишь? Пластилин. Слышишь? Пластилин. Ни хрена не видно. Ни хрена не видно. Честно, просто ни хрена не видно из-за стен. Попробуем вояку. Пластик. Попробуем. Пластик. Да! Ну, покажи. Покажи свою в личико, или читай. Давай, выходи. Вояка. Проверяем. Осталось несколько человек, в том числе вояка, которого я еще не забил. И вот этих вот толпа. Ну, выйдешь. А это сраный убийца тоже. Но он спрячется просто за этот. Окей. Давайте немножко пособираем барахла. А потом будем разбираться со всем остальным. Во-первых, стрелы. Так, там. Вон там что-то есть. Идем туда. Одежда. Одежда. Это у нас что? У нас какая-то лестница. Не знаю, нахрена, но пускай будет. Мало ли, может, она мне потом жизнь спасет. Так, это за стеной. Это тоже за стеной. Значит, идем в центр. Вот сюда. Тут вон в той комнате два каких-то этих. Плюс еще что-то полезное. А, тут еще волколадких собачонка должна бегать. Вот такими нехитрыми действиями. Всего лишь три стрелы выпущенные просто в пропасть. И которые никогда теперь не вернутся. Новое задание обмен знанием. Где эта собака? Что она там? О, там что-то есть. А как туда попасть? Стрелы. Нужно. Есть тут какой-то проходик где-то. ничего не вижу такого. я просто логично подумал что если нет прохода то он должен быть под водой где-то или под землей но под землей не видно не видно вообще где что то естественно он будет где-то под землей под водой ну вы поняли в общем так значит по лагерю я вроде нет покажи что там впереди вот тут еще что-то есть судя по этому амуниция какая-то но я не знаю какая сейчас посмотрим так пропал тоже не помешает так это нужно на ту сторону значит где-то тут окей как туда добраться что-то меня убить заспалил где-то 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 все равно рано или поздно встанешь или что ты думаешь я так как мне внутрь пробраться все успокоился вопрос снят скин арчи получено сокровище ладно забираем то что охранял убийца это последнее что тут есть в этом лагере и отправляемся на пост который приносит нам бабки бабосики вот тут что-то есть так и я 120 неплохо кстати и там что-то есть еще тоже заберу так так в чем проблема лезь полезай наверх стрелы как так ну из того что я хотел я забрал все давайте посмотрим куда нам дальше двинуть давайте вот сюда а потом или сразу нет на пост нужно на этот мы пойдем на пост а потом с поста уже пойдем дальше по основному заданию и все остальное почему почему именно так потому что пост у нас уже активное задание есть к нему то есть там уже что-то интересное есть я хочу его выполнить а потом там уже будет видно все остальное в любом случае придется еще ездить по этой территории потому что у нас есть вещи которые я не забрал не то чтобы они мне нужны но чтобы до конца исследовать остров мне нужно собрать все артефакты все тайны все точки интереса типа сокровища сейчас посмотрим и кстати да я посмотрел там кстати в мираж по крайней мере сейчас больше упор сделали не на лук и стрелы которые там практически нет я еще не видел по крайней мере чтобы главный герой их использовал там больше сделали упор на меч и кинжал что по своему мне тоже нравится на самом то деле почему потому что и лук и кинжал это более какие-то каноничные моменты чем когда ты пользуешься луком и стрелами то есть у меня нет проблем с тем чтобы пользоваться луком и стрелами это как бы просто лук и стрелы блин тут неудобно ну тут сразу спалят просто так ляб еще и еще точнее я очень хочу ему спину попасть но это трудно когда он ладно все пьешь ты там что-то не пьешь какая разница боже как жестоко он его убил просто именно жестоко так запустить его до построить шикарно обмен знаниями о тут еще кто-то умер ты убил почему я не предпочитаю просто не убивать вот так вот в открытую залазить и убивать фрус меча и то потому что тут бэк боевая система на меч и топор рассчитана очень фигово на самом деле ты рассчитан на увороты и рассчитан как там dark soul система вот это вот любимая многими но на самом деле тут это сделано из рук он плохо потому что у тебя очень мало выносливости прям мизер и на постоянных уходах ты не будешь это делать я там стил за тебя придется делать это на уворотах и на блокировке но блокировать ты не сможешь поставить хранилище лупанем хотя бы потому что это самый пост на котором ни хрена нет пока так и сколько у меня еще есть это на 80 я наверно ничего не могу настроить ну есть склад припасов хорошо и стрелы заодно пополним и стрелы пополним хорошо вроде все так но теперь тут есть кое-какая защита есть кое-какие люди есть кому сражаться еще стрелы у меня максимум так посмотрим куда нам дальше лучше двинуть у нас есть еще раз два три точки интереса вот тут . интереса вот тут и основное задание ну и плюс вот этот . интереса но то есть у нас четыре точки интереса по всей карте в миде миде одна тайна и 4 артефакта все вот эти вот артефакты 1 2 вот тут и скорее всего тут еще два тут же скорее всего и . интереса где-то есть давайте отправимся вот сюда ты сниму пока сюда а потом сюда так 519 вот сюда но это будет самая такая оптимально собираемая фигня чтобы я потом не бегал по 200 раз туда-сюда и при этом чтобы я мог боже не так кнопка что такое что со мной сегодня такое я не ту кнопку постоянно нажимаю любом случае мне нужно пособирать желательно пособирать всю эту херню чтобы пройти его полностью каждую территорию это и в принципе закрыть ирландию полностью больше я сюда в любом случае не вернусь ну и плюс все эти дополнения честно в моментах как сказать моментами эти дополнения очень сильно напрягают типа ты такой бежишь себе никого не трогаешь тебе все нормально все классно в следующий момент так бах получена страница ирландского цикла это артефакт вот вам артефакт который вообще не был никак отмечен на карте то есть я его нашел случайно просто потому что поехал сюда ну тоже такое развлечение хотя я аж точку обзора не открыл последнюю так что он скорее всего высветился бы под точкой обзора я просвечиваю потому что мало ли опять же может что то интересное быть интересно это что это что и почему твою мать спалился сразу что же за где они там кого ты там ищешь блин шепот вам в кусты упал блин так искал блин как то неудобно стал на тебе тоже подарок тебе подарок тебе подарок и тебе подарок никель неплохо много добра один не унесу шикарно то есть мне сюда вызывать блин сраный этот дракар потому что я один не мог так но то есть по идее это типа точка для набега было по их логике и и и и а я чисто случайно я поджег уйдать это такая тупость плит ради одного сундука я вызвал целый дракар сраный вы издеваетесь что а сколько у меня теперь плюс 70 и у меня было что-то там около 10 наверно да 80 то есть по сути вызов дракара этого не стоил вообще не стоил то есть бессмысленный ладно стоп а там наверху есть что-то нет ладно слажу на всякий пожарный может там хоть стрелы есть я хоть стрел наберу питок потому что мне как раз пяти стрел не хватает а а нет ящик три текста тоже неплохо стрелы я где-то вот тут давил было бы еще классно если бы они сами еще собирали знаете добычу некоторую ну типа вот из таких мелких сундуков хотя бы так едем к следующей точке или продолжим уже след давайте мы продолжим наверное уже следующей серии в данный момент всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал буду рад вас видеть всем пока пока